Доброе утро! Сегодня я провел ночь вот в таком вот классном месте. Это, пожалуй, наверное, одно из самых лучших мест. Не самое лучшее, конечно, но по оснащению вот здесь вот есть душ, два туалета. Там вот люди поселились, ну, живут постоянно. И вот меня всегда удивляет вот здесь вот в Турции, как у них это все доступно. Вот такая большая территория. Здесь люди заезжают, спокойно паркуются, и вообще никто им ничего не говорит. Вот такой у меня быт. Здесь немного беспорядок, но, в общем, хватает места поспать спокойно. Шокая кровать. Единственное, мне немного мешает холодильник. Я начинаю постепенно понимать, что он как бы здесь лишний. Я им не так часто пользуюсь, как думал, что буду пользоваться. И, скорее всего, в следующем путешествии я от него откажусь. И здесь будет еще намного больше места. То есть, достаточно вот такой сумки. Такие сумки бывают, кулеры большие. Покупайте такую сумку. Если вам нужно что-то охлаждать, покупайте лед. И она держит, охлаждает, то есть, то, что вам нужно охладить. У вас лед всегда есть. А холодильник, ну, за ним нужно постоянно следить, чтобы у него было электричество. Чтобы у него было место и так далее и тому подобное. Если вы куда-то едете, далеко, где нет никакой цивилизации. А если вы едете там долго, то да, холодильник нужен. А вот если путешествуете просто по городам Турции, то здесь, наверное, в радиусе 20-30, максимум 50 километров всегда есть магазины. И вы можете охлажденную все, что угодно купить. Можете свежую купить. Здесь куча места. Заедет любая машина. В основном все местные турки. Еще здесь очень много кошек. И вот такая вот длинная, широкая набережная. Большая. Вот меня, честно говоря, удивляет. Здесь сейчас в сторону Измира, наверное, километров 60, может быть, 100. В сторону Кушадосы столько же. И, по сути, вот это вот место, это деревня или как, я даже не знаю, как город называется. Он находится где-то вдалеке. И вот это все освещалось. Здесь на каждом, через каждые 10 метров стоят мусорки. Их кто-то чистит. Стоят переодевалки. А есть шезлонги. Но, скорее всего, за шезлонги, конечно же, придется заплатить. Но здесь чистейшее море. Песок без каких-либо камней, без каких-либо ежей. Без какого-либо мусора. Очень чисто. И само по себе море прозрачное. Вода прозрачная. И вот я не перестаю удивляться, как вот они все-таки могут вот этого добиться. Все мачты освещительные, они здесь не просто так стоят. Они реально освещали. И там есть речка, мостик через речку. Там есть дикий пляж. Там тоже люди стоят. Но я подумал, зачем мне дикий пляж, если у меня здесь есть душ, туалет, вода. И, по сути, это как кемпинг. Вот где-то в Европе вы, если бы приехали бы вот в такое место, где я сейчас стою, с вас бы попросили минимум 30 евро за то, что вам дают вот место вот такое, более-менее ровно на трое. Что вам дают душ, туалет, ну и выход к морю. А здесь это все бесплатно. Все для людей. Ну, это как бы не контролируется, не регулируется никем. Это, то есть, просто кусок земли государственной, куда люди просто самовольно заехали, ну и, по сути, перепарковались. Вот в том душе, вот там душ, там течет теплая вода. Я не знаю, каким образом она, видимо, как-то нагревается. Ну, то есть, не холодная вода просто из-под земли откуда-то. А теплая вода, то есть, вы принимаете душ, теплая пресная вода. И я вчера жарил курицу, и здесь просто было немерено. Они собрались, ну, наверное, где-то около 10 котов. По-моему, они вот в этих камышах живут. Дикие коты. И вчера пришли тут. Причем они с собаками дружно живут. Продолжаю я движение в сторону Кушидасы, в сторону Бодрума, в сторону Андалии, туда, на восток. И вот-вот здесь вот очень красивые ландшафты. И вот с правой стороны очень много зелени. Вот здесь какой-то отель, 4 звезды. Денизати. И получается, этот отель, он, ну, у него не выходит территория прям до моря. И там тоже с правой стороны, там тоже автодома стоят. Но я туда не стал заезжать, потому что, ну, как бы там нет воды, туалета. И я подумал, какой смысл, если есть выбор, то, конечно же, я выбрал, как мне лучше. Есть приложение такое, Park4Night, Park4Night. И я через это приложение обычно ищу остановки, если мне ничего хорошего не попадается. То там обязательно, даже вот я еду, вижу хорошее место, обязательно это место будет вот в этом приложении, Park4Night, для телефона. И, в общем, есть такое сообщество в интернете. Там путешествуют люди, путешествуют на автодомах, путешествуют на автобусах, с палатками кто-то просто путешествует, на вэнах путешествует. Просто кто-то просто так на земле спит. И, в общем, они ищут вот такие вот места, где можно спокойно встать, где есть туалеты. То есть, если вы едете по трассе, конечно же, вы не узнаете то, что там справа есть такое место классное, просто вообще идеальное, по сути. Где вообще все условия есть для того, чтобы провести ночь. И, в общем, это сообщество, оно по всему миру создает, ставит отметочки, и там делает фотографии, оставляет комментарии. То есть, да, действительно, там такое место, там классно, там можно отдохнуть, либо можно зарегистрироваться самому, добавлять места. И, в общем, вот это приложение меня много раз выручало. У нас наши тоже в N-Life создали, россияне, что-то наподобие. Но у них, конечно же, там не так много точек, как вот в этом Park for Night. И, как правило, они дублируются. То есть, если вы путешествуете на автодоме, либо еще на чем-то таком, обязательно установите себе это приложение. И оно вас за границей будет много раз выручать, спасать. Потому что иногда бывает, вечером едешь, ну, уже просто не видно. Ну, бывает такое, что просто там прозевал, допустим, остановку, вторую прозевал. И вот едешь вот так вот, и думаешь, уже усталость такая, уже останавливаться неохота. И уже думаешь, так, сейчас первый повашуся отель, заселюсь, и все. А отели там куда-то еще, и в отель надо ехать далеко. И вот такие вот места дикие, они обычно где-то вот подальше от населенных пунктов. Вот человек на велосипеде путешествует, пожалуйста. Вот это вот место сейчас, где я ночевал сегодня, оно, то есть, 60 километров в одну сторону, 60 километров в другую сторону. То есть, больших городов нет. И поэтому там, по сути, можно было спокойно переночевать и вообще все условия. Обычно, если вы заезжаете в какой-то большой город, то там табличка, нельзя делать кемпинг, нельзя делать мангал, нельзя делать то, нельзя делать это, нельзя там, вплоть до того, что даже фотографироваться нельзя. Ну, там прям целый список такой ограничений. Я вам как-нибудь покажу его, когда встречу. Вот здесь повсюду военные базы еще плюс ко всему. Слева, справа, это, видимо, защита идет, потому что здесь греческие острова. И с этим тоже много нюансов. Нужно знать и понимать, где вы можете ночевать, где нет. Потому что, если рядом военная база, просто ночью могут солдаты приехать и сказать, уезжайте. Ну, это как бы мало приятного. Поэтому я стараюсь выбирать место, где есть палатки, где ночуют местные, то есть, где стоят кемперы. И как бы там уже безопасно будет, во-первых. Во-вторых, ну, это уже проверенное как бы 100% место, потому что там люди ночуют. И вот сегодня было одно из таких мест. Я прям так приятно вообще был удивлен. То есть, это все бесплатно. 0, 0, 0 долларов, 0 лир, 0 евро. Просто приехал, остановился, раскинул машину, позагорал, позавтракал, все, поужинал, поехал дальше. Не нужно платить за отель, потому что у вас есть душ. Если вы ездите на такой машине, типа как у меня, у вас есть кровать, там есть туалет. Все, все в принципе, все, что завтрак тоже можете как бы заранее подготовить. Либо в таких местах обычно живут люди, вот как я вам показывал. Вот этот, который в палатке живет, который все обустроил, у него там горячая вода есть. Я просто как бы подготовил со вчера себе кофе, заранее заварил. А вообще можно к нему было подойти и сказать, Сиджак Су, Бармай, и он бы с удовольствием, с улыбочкой бы вам налил бы горячей воды. Вы бы туда заварили бы кофе, он бы еще и чаю бы напоил бы. Здесь в Турции у них народ простой, то есть для них они любят угощать. Вот это я сейчас обращаю внимание ваше. Мы проезжаем, вот это 101, Минграс, Кэрфур проехали. Это все магазины сетевые, которые расположены в радиусе 20-30 километров максимум друг от друга. И вы можете заехать в любом магазине, будет лед, будут свежие продукты. Ну и соответственно в холодильнике смысла по сути уже нет никакого. Потому что я не уезжаю куда-то далеко от цивилизации, в горы, где я там стою несколько дней. Я люблю вот так вот. Переночевал, мне понравилось, я поехал дальше. Потом в следующий раз, если мне это место супер прям понравилось, я точечку поставил, я еще раз туда приеду. Мне хватает места, когда я один бежу там, достаточно абсолютно места много. Но если, допустим, я путешествую с кем-то, еще с одним человеком, то вдвоем немного тяжеловато в плане, ну, ноги переплетаются. Поэтому я думаю, я в следующий раз откажусь от холодильника. И вообще на самом деле я очень много с собой чего вожу, чем я не пользуюсь. Конечно, там есть, допустим, такие вещи, как лекарства, которые в любом случае должны быть, как домкраты, там всякие веревки, ключи, еще что-то для ремонта машины. То есть много чего, масла там, допустим, это я не считаю. Но есть такие вещи, которые там много посуды, по сути, я и вожу, которые я не пользуюсь. То есть, допустим, если вы путешествуете по Европе, там, скорее всего, вам будет пригождаться газ. Если вы путешествуете по Турции, то здесь мангал. Поэтому, то есть, нужно еще понимать, куда вы едете и на сколько вы едете и как вы едете. То есть, тут нюансов очень много. И не нужно забывать, что каждый килограмм в машине – это расход топлива, это на динамику, на ресурс машины влияет, на ходовую часть. То есть, это все быстрее снашивается, если она перегружена. Поэтому, ну, нежелательно, если вы едете где-то вот в таких местах, нежелательно полный бак заливать. Я всегда заливаю там чуть больше полубака, когда у меня четверть где-то становится, я еще раз заешаю. То есть, нужно остановки делать и вот это все рассчитывать, пересчитывать. Я на сегодня, на завтра, на два дня забронировал в Кушидосы. Это вот Сельджук, и потом Кушидосы будет. Там отель с суженым за 1200 лир. Но это меньше 50 долларов с суженым завтраком. Я думаю, это нормально, абсолютно. Потому что, ну, я заешаю в магазин купить себе продукты, самому приготовить просто на мангале. На завтрак и на ужин я где-то 300-400-500 лир страчу в любом случае. Поэтому 1200 лир, и там остается на остальное, там, бассейн, выход к пляжу. На вот это на все 700 лир, это очень мало, по сути. Вай-фай дают, белую кровать, душ дают. То есть, ну, 700 лир, если без еды, это очень мало. Это цена хостела. В Европе даже не везти хостелы, хостели остановитесь. В Испании там за хостелы мы по 30-40 евро с человека платили. Поэтому 700 лир – это вообще ни о чем. Это просто, как бы, ну, сэкономить деньги приехать. Это такие горячие варианты, горячие. То есть, это цена, как бы, ну, самая низкая, самая минимальная. В сезон не бывает меньше цены на этот отель. Просто, видимо, у них там заполняемость не полная, и они выкидывают. И бывает такое. Я прям по карте смотрю через букинг, что там какие-то отели выкидывают предложения какие-то хорошие. Я сразу их бронирую заранее. И потом еще через два дня у меня в Бодруме там тоже, через три дня, вернее, в Бодруме тоже будет ночь. И две ночи. И, короче говоря, я одно окошко либо тоже в машине где-то переночую, также на пляже. Либо, если будет какой-то вариант, тоже попадется хороший. Я забронирую обязательно. Букинг не работает в Турции, но вы можете через роуминг подключаться, потому что через роуминг у вас сверх через Казахстан идет через... Ну, либо роуминг, если вот у меня испанская симка работает, это идет роуминг через Испанию. И они думают, что я в Испании нахожусь, и поэтому он включается. Здесь, на самом деле, много всяких разных вариантов отелей. Есть все включено, есть с ужином. Я, если попадается с ужином, бронирую с ужином. Если нет, бронирую, все включено. Ну, мне как бы алкоголь не нужен, но для меня важно, чтобы была еда. И я, если в отель заезжаю, я не хочу потом ходить никуда. Я нашел место, нахожу там для парковки. Паркую машину и все, спокойно иду, отдыхаю. То есть, я не хочу дергаться, там, рыпаться куда-то, ходить там по ресторанам, искать, мне нужно сходить покушать. И все, чтобы все было в одном месте. Либо я просто еду куда-то на природу и готовлю там сам это на мангале. Вчера жарил курочку. Так вкусно было, прям с костра, горячую, с пылу, с жара. Супер. Здесь вот дорога проходит серпантин такой по берегу от Измира. Не от Измира, но, в общем, там вот эти города, которые я проезжал. От полуострова Измира полностью можно ехать по серпантину. Очень красивая дорога. Вечером будет красиво ехать здесь, когда будет закат светить туда, в ту сторону. Сейчас я еду, сейчас немного утра, ближе к обеду, и вот эта вот сторона восточная, она чуть-чуть мне светит солнце. И попадаются места, где прям очень много зелени. Прям сразу там остаться хочется. Вот как раз, где я сегодня ночевал, там было много зелени. В Турции через каждые 20, 30, там, 50, 100 максимум километров можно просто идеальные места найти. И вот заправка через каждые, наверное, 40, максимум 50 километров. Вот так вот, друзья, расположен мой отель сегодня. Никогда не знал, чтобы утушить где-то в туристическом центре. Вот здесь два магазина есть. Шок и 101. Но зато он находится прямо на берегу и стоит около 30 или 40 евро за ночь. Ну, примерно 30 евро с ужином и с автраком. Чтобы вы понимали, 30 евро это стоимость на одного в Барселоне в хостеле без еды пожить. Ну, естественно, не на берегу. Здесь цены уже все в евро. Это говорит о том, что место туристическое, прямо притуристическое. А, ну вот в Лирах тоже есть. Но они все перерисовали. Находится прямо на берегу пляжа. Это, по-моему, пляж называется Женский или еще что-то типа этого. Ну, вода чистая. И сегодня температура воздуха тоже около 30 градусов. Я думаю, получится и позагорать. По-моему, это Женский пляж называется. Наверное, потому что женщинам здесь можно купаться спокойно. И вот так они купаются, собственно. Всякие разные виды спорта здесь водного. Можно на модном отцикле покататься. На всяких разных бананов. И рядом вот пятизвездочный отель Инфинити. Нужно будет посмотреть, сколько он стоит. Ну, в принципе, море все такое же. И там есть спуск, ступеньки прямо с отеля. Вот шезлонги. По-моему, нет бассейна. Но прямо вот с шезлонгов можно прямо спуститься в море и покупаться. Ну, либо есть на песочке. Одно из двух. Мой номер на сегодня и на завтра. Ну, прилично. Сложно ожидать чего-то лучшего за эти деньги. Столько, сколько я заплатил в Европе, стоил бы номер такой же, только не на две ночи, а на одну ночь. Я шестой этаж попросил из шести. Ну, нормально. У меня вид на море частично будет вон там. Мне видно вот так вот кусочек моря. И получается типа сайт севью. А севью, конечно же, номера они больше стоят. И, в принципе, и так тоже хорошо. Ресторанчик. Ну, рестораны у них всегда приличные. В таких местах. Ах, музычка уже европейская. И, ну, на берегу, в Европе, естественно, за такие деньги даже в два раза больше никак не остановится. Я думаю, такой отель в Европе с едой будет стоить даже не в два, а в три раза больше. Поэтому приезжайте в Турцию. Вот в такие вот непопулярные места, нетуристические. Кайфуйте и сэкономите бюджет обязательно. Я продолжаю свое движение в сторону Бодрума от Курши до Сы. Я выехал сегодня с этого отеля, который я вам показывал в прошлом видео. Честно говоря, мне отель вообще не понравился. Там у него более-менее нормально. Это только вот расположение, что он на море находится рядом с морем. И выход к морю. И то, что комнаты более-менее чистые такие. Ну, в общем, нормальные комнаты. А вот что касается еды и вообще всего в комплексе отеля, мне вообще не понравилось. Я сейчас заехал тут в национальный парк. Вот его координаты, этого места. Вход стоит, въезд сюда стоит 70 лир. Автоматически считывает вот эта вот штука, которая считывает платные дороги. Наклейка, если у вас есть, то она считает. Если нет наклейки, то, ну, в общем, потом можно будет, наверное, оплатить через интернет. Я недавно заходил, что-то там система у них виснет сейчас. Но здесь очень красиво. Нужно отметить, что прям вообще такая красивая природа, зелень и вот скалы. И, ну, это, собственно, находится все рядом с Куршедосы. Рядом со Смиром. Я думаю, платный въезд из-за того, что сюда много едет туристов, европейцев и со Стамбула много едут. Ну, и они здесь стараются, убирают. Мусора вообще нет. Ни на дорогах, нигде. И вот эти вот они поручни сделали, ограждения, видимо, чтобы никто не упал. Ну, то есть парк такой безопасный. То есть вы можете сюда приехать, погулять. Тут, наверное, даже на велосипеде можно покататься. И вот сколько я еду, на каждом повороте вот такие вот красивые виды меня здесь встречают. Смотровые площадки есть. Ну, в общем, круто. Нужно отметить, что здесь, наверное, на расстоянии 50 или максимум 100 метров друг от друга стоят бочки красные. И на них, собственно, написана вода на турецком. То есть, я так понимаю, это сделано для того, чтобы, если вдруг где-то будет какое-то воспламенение, чтобы можно было сразу немедленно взять эту воду и как бы затушить возгорание. Потому что национальный парк очень большой, очень много зелени. И все сухое. Если дует ветер, то это, конечно же, моментально все может разгореться. И поэтому они такие меры здесь предосторожности принимают. Молодцы. Здесь много пляжей. Все организовано очень. Такое ощущение, что я куда-то попал в Европу или куда-то в Америку. Ну, платный въезд. Как бы они следят за чистотой. И на пляжах на некоторых есть кафе, рестораны. Можете сами встать. Много столиков есть. По-моему, здесь можно заночевать. Ну, парк очень красивый. И горы красивые. И, в принципе, море здесь красивое. И, в принципе, все здесь у них четко так. И никто не жарит. То есть не разжигает огонь. Потому что, естественно, это здесь делать запрещено. Даже в мангалах, даже этот. Это здесь делать нельзя. И поэтому никто ничего не жарит. Ну, зато купаются люди. Большие парковки. Здесь много пляжей. Парк, на самом деле, протяженность парка километров 50, наверное. И очень много пляжей. И, собственно, много парковок. Прямо возле каждого пляжа есть свои парковки. Я сейчас посмотрел. Там вода тоже очень чистая, прозрачная. Поэтому покупаться можно прям с удовольствием. Еще и горы такие красивые. Друзья, здесь еще плюс ко всему дикие свиньи, кабаны ходят. Прямо вот рядом с людьми. Вон. Маленький поросенок. Потерялся. На самом деле, они могут быть очень опасными для людей. Особенно кабаны со своими колыками. Вот так вот. Вот, пожалуйста. Они вот отсюда идут все. Спускаются. Их здесь очень много. Потому что, ну, их как бы кормят. И никто их здесь не отстреливает, естественно. Мусульманская страна. Свиньи считаются грязными животными. Ну, и к ним нельзя прикасаться даже вообще. Их очень много. В общем, я буду потихоньку уезжать отсюда. Потому что тут на одном из пляжей парк закончился. Он такой, типа, как тупиковый. Туда дорога уходит, но она закрыта дальше. Я, друзья, честно говоря, вот так вот дикого кабана близко вообще никогда не видел. Чтобы он прям на расстоянии нескольких метров был. И не боялся еще. Это абсолютно дикое животное. Дорога. Кабаны. Поросята. И прям сразу здесь душевые, туалеты. Пляж, собственно. Ну, несмотря на то, что сегодня пятница. Прям все забито. Негде припарковаться. Наверное, они уже начали готовиться к выходным. Красивое место. Прям очень красивое. Но... Мне кажется, здесь не получится заночевать. Поэтому я поеду дальше. Другой. Искать за другой стороны тоже можно подъехать к этому парку. С другой стороны полуострова. Мы видели в Фетхе. Тоже так рядом они ходили с людьми, эти свиньи. И, в общем, там они боялись людей. А здесь, видимо, их никак не обижают. Ну, им как бы просто наплевать. Абсолютно. Вообще, на происходящее. Что здесь это? Возможно, они даже ждут еду. Потому что их здесь уже прикормили, скорее всего. Испанцы бы сожрали бы сразу. Моментально, конечно. Но хотя в Испании мы тоже на дороге видели. Диких свиней. Я сегодня заночевал вот в такой вот лагуне. Классненькой. Там есть еще одно место вот чуть дальше. Под деревьями. Я мимо него проехал. Но там все было забито палатками. И вообще пораньше лучше туда приезжать. Там и машинами все было забито. Волн нет. Вода чистая. Вот. Ограждение есть для купающихся. И также заходят сюда яхты. На якорную стоянку. Ну, тихое такое, спокойное место. Мусорные баки. Много. Где можно припарковаться. Для бодрума это большая редкость. Но в этой части мало зелени. Вот там побольше деревьев. Это такое тоже типа полуострова. И вот там много с палатками людей, с автодомами. И туда еще дальше дорога уходит. Там тоже, по-моему, под деревьями можно встать. И, в общем, ну, хорошее такое место. Я прям буду вам его рекомендовать. Спокойное. Не грязное. Песочек. С этой стороны песочек. Там, по-моему, камни. Мусора вообще практически нет. Для Турции это такая большая редкость. Конечно. Еще в бодруме очень мало мест, где можно встать. Потому что здесь все тесно. Одно на другое напихано. И кусочек земли, если что-то какая-то парковочка, то это обязательно либо частная, либо там запрещено парковаться и так далее. Поэтому все сюда едут. А вот как раз за мусором ребята приехали. Так вот, друзья, значит, это все выглядит. Вот яхта, которая сюда зашла. Вот она, эта бухта. Вообще без волн. Абсолютно прозрачная вода. И вот там где-то я спал. На пляже возле деревьев. Ну, круто. Мне, в принципе, понравилось это место. Вот они, координаты. Это практически в самом конце полуострова. Вот здесь с обратной стороны тоже были места. Вон там возле рампы. Но это все не то. Там грязно, короче говоря. И постоянно эти корабли. Постоянный шум. И, в общем, мне больше понравилось вот это место, где я ночевал. Потому что бодрум это такое тусовочное место. И сюда приезжают люди потанцевать, музыку послушать. И может быть очень громко. Поэтому, в общем, я выбрал такое место уединенное. Но природе это само то, конечно. Вот здесь вчера вечером было очень красиво. Возле мечети такая есть обзорная площадка. И прям вот это все сияло огнями. Я сегодня поселился вот в таком вот отельчике с видом на залив, на мельнице. Я вот вам как-то показывал эти мельницы. А вот там музейный резорт есть рядом с воротами Галикарнас. И здесь вот Миграс. В принципе, все рядом. Но в отеле все включено. А еще плюс ко всему здесь какая-то то ли женская баскетбольная команда, то ли еще что-то. Очень много девушек или девчонок даже школьного возраста. Полностью все забито. Номера так себе. Либо это вот то, что мне дали, это уже остатки. Либо у них, ну, сами по себе. Ну, отель, конечно, не первой свежести. Ну, питание, в принципе, нормальное. Нормальное. И все включено на человека. Я заплатил за человека 50 евро. Ну, там на двоих, наверное, чуть-чуть больше было бы. Может быть, даже столько же. Потому что я как бы снимаю номер. И по сути, им там без разницы, сколько людей живет. Тут небольшая парковочка такая есть. Это, ну, такая редкость, можно сказать, для Бодрума. У них, потому что здесь все тесно. И бассейн. Ну, и вот каскадом вот так номера идут. Он называется Smart Holiday Hotel Bodrum. Так вот. У нас сегодня весьма такой прям первичний. Я решил здесь еще на несколько дней остаться. В общем, мне поменяли номер. У меня теперь он с балконом. И с видом вот так вот на море балкон. В принципе. Это как бы тоже стандартная комната. Все. Вот здесь вот инжир растет у меня прям под окном. Кондиционер, холодильник. В принципе, все есть. Не первой свежести, конечно, отель. Но все равно за эти деньги, за 45 долларов, за 50 долларов, это вполне прилично. Потому что здесь все включено. А до этого у меня был вот такой номер. В принципе, то же самое все. Все тоже старое. Вот для чего-то сюда третью кровать притащили. Ну, вид был просто вот так вот на стену. И, соответственно, там ничего нет. Поэтому я им сказал, давайте я остаюсь, но вы мне дайте другой номер. А они сказали, все, окей. Просто не было номеров, потому что девчонки все заняли, спортсменки. И поэтому только сейчас освободилось. Настал момент мне покидать Бодрум. Сколько бы раз я сюда не приезжал. Постоянно я отсюда уезжаю с каким-то таким осадочком. Сколько здесь я провел ночей. Постоянно громкая музыка, жара, душнота. Короче говоря, Бодрум мне как-то не заходит. Вот я постоянно сюда приезжаю, постоянно здесь его ругаю, ругаю. И постоянно радостный, довольный уезжаю. И все равно сюда возвращаюсь. Это как мыши плевались, кололись, но продолжали есть кактус. Я сейчас как раз буду проезжать вот тот отель, музеем, отель-резорт с правой стороны. Вот. Что еще? Сейчас заезжал на сервис. Уже мне пришло время менять масло. И они говорят, да, 150 долларов, мы зальем тебе 7 литров. Я говорю, ребят, ну во-первых, почему вы мне цены говорите в долларах? Что вообще за привычка туристам говорить цены в долларах или в евро? Мы же с вами в Турции, ну зачем вы это? И это сразу в первую очередь отталкивает. Потом они говорят, мы тебе 7 литров зальем. Поэтому типа 150 долларов. Я говорю, у меня 4,5 литра максимум помещается. Вы никак туда не сможете 7 литров при желании даже залить. Они говорят, да, вот так. Я говорю, ладно, у меня масло есть, мне нужно только на подъемник заехать, чтобы вы просто его поменяли. Они говорят, нет, мы так не можем. В общем, я сейчас проезжаю здесь античный театр. Вот бухту как раз, гавань Бодрума старого города. Старый город с правой стороны. И я вижу отсюда, что там стоит в бухте большой гигантский лайнер круизный. Я даже не знаю, как он туда зашел. Сейчас сфотографирую. Сейчас, собственно, этот лайнер, он просто каких-то невероятных размеров в Вирджен. Даже больше, чем крепость Бодрума. И, в общем, вот так он там стоит. Видимо, зашли сюда на стоянку, привезли туристов. И вот интересно. Сейчас попробую подъехать туда, к нему подлиже. Подъехал поближе крепость, собственно, Бодрума. Очень большой корабль. Но он стоит, дымит. То есть в порту стоит, вырабатывает электричество. И работают генераторы, и он дымит. То есть вот эти все люди, которые на корабле, которые здесь рядом, они должны вот это все нюхать. Немного стрёмно, конечно. Вот, я решил спуститься. Здесь еще я раньше не бывал. Здесь, оказывается, есть порт в Бодруме. И вот как раз-таки этот корабль тут стоит. В Бодруме все дома белого цвета. Я думаю, это связано с тем, что здесь какие-то нормы и правила есть архитектурные. И я в прошлый раз еще это замечал. И сейчас тоже вот... Единственное, только какие-то коммерческие здания. Они могут быть серые там или еще какие-то. Но в основном все вот то, что жилое, все светлое. Ну и плюс ко всему, здесь в Бодруме особенно жарко. Хотя, наверное, в Анталии будет более жарче, потому что она находится южнее. Но здесь что-то прям совсем душновато. Уже конец сентября. И прям вообще такая душнота. В некоторых городах России, Казахстана уже заморозки. А здесь прям душно. Вот была табличка Бодрум Круиспорт. Ну да, видимо, он сюда приходит. А потом туристы уже идут гулять в Бодрум или еще куда-то. А корабль их стоит, ждет. Плавучая гостиница такая. С одной стороны, конечно, прикольно. Он вас привозит, вы целый день гуляете, ходите там куда-то на экскурсии, еще что-то. А ночью он переходит с одного порта в другой. Еще какой-то пляж есть. Можно пойти на пляж, покупаться. И вот он, собственно, заехал прямо возле пляжа встал. Очень красивый корабль, конечно. Но дымит. Пляж есть. Школа есть. Ну вообще просто люди живут. И везде, вот знаете, у них бывает такое. Вот в Турции стоит знак, запрещено. Но все равно стоят люди, паркуют машины. И вот вам прямо этот корабль здесь рукой подать. А это написано, что это публичный пляж. По всей видимости, вот это вот китайцы. Очень много здесь китайцев. Это они как раз-таки сошли с этого корабля, скорее всего. Потому что очень много китайцев. Хотя здесь вообще кто угодно быть на этом корабле на самом деле. Да, я слышу там и испанцы, и итальянцы. И вообще кого только нет. А вот эти вот белые автобусы, это вот жилые такие фан-лайферы. Они приезжают, тоже вот спят. Здесь паркуются, несмотря на то, что парковка запрещена. Они здесь вот так вот паркуются, собственно. И ночуют здесь. Большой он, конечно, но не такой большой, как я мог подумать. Ну, красиво, конечно, красиво. Пляж здесь, корабль этот. Все до кучи. Я сколько раз был в Бодруме, даже не знал, что, оказывается, здесь есть пляж. Прямо рядом с портом. Вот там, собственно, крепость. Марина, все там. А здесь прям такой порт. И вот эти машины, это вот жилые. То есть живут здесь люди, вот в этих машинах. Паркуются прям рядом с пляжем, с портом. И бесплатно ночуют здесь, спят. Ну, по сути, что еще нужно? По всей видимости, вот он зашел сюда. И они просто выходят. Кто хочет погулять в Бодруме, их прям сюда подвозят. Прямо в самый центр Бодрума. И он стоит, их ждет, а они гуляют. Я продолжаю движение в сторону Мармориса. Я проеду, по крайней мере, я надеюсь на это, по побережью. Я хочу проехать здесь. Вот есть не такая вот небольшая дорожка узенькая, но она очень живописная, очень красивая. Такой серпантинчик. Возле моря, возле океана проходит. И если ехать, ну, вообще, в сторону Мармориса, то нужно ехать через Муглу. Там ехать через горы. Там большой такой перевал. И большой набор высоты. Потом резкий спуск. Я его так вообще не люблю, этот перевал. И, в общем, я хочу попробовать проехать вот здесь. Вот я сейчас проехал Кимпинский. Потом вот здесь есть ресторанчик интересный. Очень бюджетный. Мы приезжали сюда зимой, пообедали здесь, заплатили, я не помню, 5 или 6 долларов на двоих. Что-то вообще какие-то смешные цены тогда были еще. Но сейчас уже в Турции все не так. Цены постепенно растут. Плюс ко всему еще лето, сезон. И вот так здесь есть. Называется отель Латтания. Парк-резорт. И я все-таки надеюсь, что у меня получится сейчас проехать. Там будет город Акеака. И вообще очень много красивых живописных мест, зелени. Вообще, начиная от Бодрума, если ехать вот в ту сторону, на восток, возле моря, то там будет очень много красивых всяких разных мест. Такая вот небольшая здесь дорожка. Вот D330 туда уходит, в муглу, на перевал. И вот эта вот дорожка. Ну, здесь как бы две машины разъедутся с трудом. Но кроме меня, как бы, здесь никто не ездит. И очень живописно. Очень много зелени. Такой серпантинчик легкий. Ну, и по горам, собственно, это все проходит. Чуть-чуть позже, я думаю, сейчас я поднимусь наверх. Там будут красивые виды. И потом на берег выйду. То есть, мне не нужно будет ехать туда в муглу, объезжать вот это, видимо, здесь какой-то горный хребет или еще что-то. Ну, если ехать, то придется туда объезжать. Я там ездил уже несколько раз. И, как я вам уже говорил. В общем, мне не нравится там. Поэтому я решил проехать в этот раз здесь. Ну, не автобан, конечно. Не автобан и не разогнаться. Но прелесть в том, что природа. Единее с природой вы едете как будто бы по парку. Но даже, наверное, не как буртаб, а, скорее всего, это и есть парк. И вот, собственно, вот так здесь все выглядит. Очень красиво. И в тенечке я еду. В принципе, нормально. Никто не сигналит мне, не газует, не подгоняет. Еду как хочу. Вода есть, еда есть. Связь периодически тоже есть. Ну, вот здесь ограничение по скорости 30 всего лишь. Торопиться некуда. В любом случае, я сегодня буду ночевать где-то на берегу, на природе. И поэтому я ближе к вечеру сейчас начну искать место, где я буду ночевать. А завтра уже буду где-то, наверное, в районе Мармориса смотреть отель. Определенно можно ехать. Вот сейчас я буду вот так вот ехать-ехать. И в итоге дорога выведет меня на берег. Здесь чуть-чуть пошире стала дорога. Чуть-чуть волна небольшая. Ямки такие, кочки бывают. Ну, в принципе, ехать можно. Я думаю, это лучше, чем ехать вот там, где я проезжал в прошлый раз, где были Фламинго. И вообще, ну, там по сути тоже как бы нечего смотреть через этот Милос. И пробки постоянно, и вот эти светофоры. Там мне не очень нравится. Я сейчас здесь не знаю сколько километров. Может, 10-20 максимум. И уже буду на берегу. И нету вот этих вот резких затяжных подъемов, спусков. Поэтому, ну, для разнообразия один раз, я думаю, проехать можно. Либо с той стороны, либо со стороны Бодрума. Я сейчас буду вот так вот ехать-ехать-ехать возле берега. И доеду до Акиаки. В итоге я с той стороны тогда обнаружил, что есть дорога. Но уже как бы мы ехали в другую сторону. Поэтому я там не стал ехать и как бы еду сейчас. Лес закончился. Началась вот такая степь с колючками, с кустарниками. Ну, я думаю, лес будет вот здесь вот, возле моря. Опять будет лес. Никакого здесь сервиса придорожного практически нет. Сейчас только была одна такая кафешка с чаем. И как бы все. И вот мне навстречу только одна машина проехала. За вот это вот все время километров 50, наверное, я еду. В общем, друзья, спустился я, наконец, к морю. Нужно отметить, что тоже были парочку перевалов таких затяжных. И узкая дорога, серпантин, резкие повороты. Но огромный плюс этой дороги в том, что она проходит возле моря вот так. И здесь просто капец как красиво. Очень-очень много диких мест, где вы можете спуститься к морю, заночевать с палаткой и вообще со всем чем угодно. Здесь какой-то ремонтный док, по всей видимости. Ну и все. Я буду вот до Океаки вот так вот ехать уже возле моря дальше. Люди приезжают, сюда заезжают. И огромный плюс этого места, что здесь нет песка. Прозрачная просто вода чистейшая. И ей прямо можно встать вот здесь вот так вот. После берега. Это примерно вот те... Похоже на те места, которые вот я вам показывал возле Асуса. Вот координаты этого места, если кому интересно. Друзья, определенно вот это вот стоит дорога того, чтобы сюда приехать. Я думаю, что вообще любая дорога, которая проходит вот так вот возле моря, она в любом случае просто обречена на то, чтобы быть красивой. И, собственно, когда есть возможность, я всегда выбираю такие дороги и еду по ним. Плюс ко всему, вы в любой момент можете остановиться, сделать просто парковку, либо сделать ночлег. Вот пляж, пирсик. А вот эта вот машина с немецкими номерами, по-моему, они путешествуют на ней. Высокая. С велосипедами и там прям целая квартира. Серьезный такой транспорт, конечно. Так, а у меня там прямо по курсу какой-то город. Я сейчас там куплю хлебушек. Кстати, друзья, нужно отметить, что в Турции хлеб это один из продуктов. Я не знаю на что еще, но, в общем, он как стоил 7 лир. Когда я сюда приезжал, когда, не знаю, там несколько лет назад, 2-3 года назад. А так он до сих пор и стоит 7 лир. То есть, вот эта вот инфляция не коснулась каких-то продуктов, и в том числе хлеба. То есть, за 7 лир это, я не знаю сколько, наверное, сейчас где-то 20 центов вы можете купить хлеб. И он очень вкусный и всегда свежий. То есть, вот этот хлеб, он всегда свежий. То есть, его покупают, всегда они помного покупают. И в любом магазине он есть. И, короче говоря, заеду, куплю хлебушек, аэран. И буду постепенно уже искать место. Благо, здесь места очень много, где можно остановиться. Здесь, по-моему, воду можно было набрать. Но в таких местах, здесь нет больших гор, и, соответственно, горных речек тоже нет. И, скорее всего, вода будет просто обычная водопроводная. Я в таких местах просто покупаю бутылки, они здесь тоже немного стоят. Вода в больших бутылках, переливаю в канистру, и нормально. Друзья, посмотрите, какую я красоту здесь обнаружил. Вот как раз-таки я подозревал, что здесь так и будет вот эта вот бухта. Заливчик такой. Вообще практически без волн. Сейчас я туда спущусь, и, возможно, скорее всего, там за ночью я вижу, там кемперы стоят. Туда прямо океака, и вот за этими горами, там где-то мугла, то есть дорога, она идет вот так, вверх-вверх-вверх, очень высоко, потом резкий спуск возле океаки. А здесь, если по прямой поехать по берегу, то можно вот такие места красивые обнаружить. Здесь они сделали специальные вот такие столики, потому что знают, что люди будут хотеть ехать, останавливаться, смотреть на красоту. И с одной стороны скалы вперемешку с зелеными деревьями, и море, и там еще с той стороны то же самое. Очень красивая дорога. Я вообще прям ни капли не жалею, что сюда поехал. Я прям как чувствовал, что нужно сюда ехать, что здесь вот так будет. Вот так называется вот это место, которое я вам только что показывал. Акбюк. Туда океака налево. Я со стороны Орина приехал, а вот это вот, сейчас туда, куда я еду, это будет Акбюк. Ну, посмотрим, давайте. Сверху было очень красиво, да и сейчас ехать здесь тоже прям с удовольствием. Видно сразу, что здесь много сразу кемпингов. На самом деле прям какой-то затерянный рай. Такой вообще на Турцию прям не похож. Без волн. Ага. Тут, по-моему, нельзя заезжать. Туда въезд стоит 100 лир. Ну, либо парковка там 100 лир, я не знаю точно. В принципе, это немного, немного, но я думаю, я не буду еще пока останавливаться, потому что я не знаю, там есть места или нет, и понравится мне там или не понравится. И вот здесь они еще перед самым въездом, прям в этот Акбюк сделали тоже вот такую вот парковку большую. Возможно, даже она бесплатная. Возможно, даже вот здесь можно бесплатно припарковаться и туда сходить. Я ставлю это место на потом, потому что я не знаю, сейчас если я туда заеду, там может быть не быть магазинов. А я хотел бы купить сейчас кое-что перекусить, и, наверное, скорее всего, я дальше поеду. Я вижу, там есть марина, но там может не быть никакой инфраструктуры. В принципе, 100 лир – это 5 долларов всего лишь, это не так много. Можно было бы и заплатить. Вот такие, друзья, здесь, значит, красоты. Флаг Турции. И там внизу метров 50-100, наверное, около 100 метров пляж. За каждым поворотом какая-то красота. И вот дорога полностью вот так идет. Сегодня я проснулся вот с таким вот видом очаровательным, сказочным. В лагуне. Это недалеко от той лагуны, которую я вам вчера показывал. Она уходит туда, вовнутрь. Вон туда, там, дальше. И, в общем, здесь есть вот такой вот шейк, ресторан с шезлонгами. Но он сейчас не работает, но там есть вода, есть раздевалка пресная. И в море просто прозрачная какая-то вода, чистейшая. И далеко не надо идти. Вот здесь вот буквально 5 метров, и глубина начинается. Здесь, кроме местных, вообще никто не отдыхает. Основная трасса, магистраль, там проходит за горами. И, в общем, место просто какая-то находка, конечно. Я вот так вот спал просто в 3 метрах, наверное, от моря. И ни комаров, вообще никого не было. Никто вообще, никаким образом, никак вообще меня не беспокоил. После сумасшедшего бодрума это просто рай, наверное, какой-то. И море чистое, и горы красивые, и вообще все, что, наверное, можно здесь, все сочетается в одном месте. Только в туалет надо ходить далеко. А так, в принципе, вообще все супер. И что самое интересное, вот шезлонги. Там тоже все, никто не прикасается, хоть ресторан закрыт. Вот, можно с той стороны заехать, можно заехать вот с этой стороны, но здесь более такой узкий проезд. Поэтому выбирайте сами, где вам лучше. Но место очень хорошее. Вот, друзья, собственно, координаты этого места, если кто захочет приехать. Но, на самом деле, это просто находка какая-то. И я его нашел сам, но есть оно также в Парк Фонайт. И, в общем, можно его там найти. Здесь есть какие-то виллы, апартаменты, что-то типа этого. Они их сдают в аренду, но, по-моему, типа как этот. Вот шезлонги тоже, но это все, наверное, в частном порядке. И здесь есть пару ресторанчиков, таких кафешек и домашних, где можно купить лепешки на огне с картошкой или с сыром или еще чего-то типа этого. Вот. Вот такой будет заезд с этой стороны. Ну, в принципе, проехать можно. Вот, я не знаю, сможете вы здесь проехать на автодоме или нет. Но, в принципе, легковая машина, джип просто пролетает спокойно. Но, с той стороны, с обратной стороны тоже есть проезд. В принципе, там тоже можно проехать. Там чуть-чуть пошире. Здесь узковато. То есть, здесь два проезда есть на сегодняшний день. И вот эта вот дорога, которая ведет в Океаку. Оттуда я с той стороны приехал, с запада, вчера. И сейчас я еду в сторону Океаки. Вот такая дорога здесь. Сейчас я еду в сторону Океаки и еду в сторону Мармориса. Вот здесь вот, по-моему, тоже какие-то бунгало, кафе, рестораны. И, друзья, что еще хочу вам отметить, что вот я... Да, 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 да. Что я вот в таких местах останавливаюсь. И сегодня ко мне двое подошли. Говорят, может, вы чай хотите, может, вы кофе хотите. Причем они очень культурные, такие аккуратные. Они подождали, пока я проснусь, пока я выйду из машины, пока я покупаюсь. Все. Они уже поняли, что я проснулся. И они подходят, говорят, может, вы то хотите, может, вы это хотите. Я говорю, а мне неудобно, неловко. У меня как бы все свое, в принципе, есть. Ну и второй уже человек ко мне подошел. Вот у меня, говорит, есть кофе. У меня, говорит, немного, но я, говорит, тебе могу половину дать. Мне было неприятно, ну, неудобно ему отказывать. В общем, я с ним поделился яблоками, апельсинами. И вот в Турции здесь вот так вот душевно все. То есть в Европе, ну, это очень тяжело, конечно, встретить. А здесь это правило. То есть если в Европе это исключение, то здесь это будет обязательно правило. Видите, здесь дорога, во-первых, какая красивая. Она постоянно будет вот так вот идти здесь 20-30, может быть, чуть больше километров по морю. И периодически вот такие места попадаются. Если вы здесь окажетесь, где-то вечером вы здесь с легкостью сможете найти место для ночлега. И палатку можно поставить, и в машине можно поспать, и на автодоме можно припарковаться. И очень красиво. Просто вот начиная от Бодрума, наверное, до Аланьи, вот таких вот мест просто, ну, тонны здесь очень много. И можно ехать через каждые буквально 50 километров, вот этот маршрут 500 километров, на 10 дней его растягивать. И через каждые 50 километров отдыхать просто, кайфовать. И сегодня никаких волн не было, никаких комаров. Я просто, как младенец, выспался. И я, наверное, вот прожил в Бодруме, вот в этом отеле, все включено, несколько дней. Я не помню уже сколько там, 4 или 5 дней. И я там так не высыпался, как я здесь выспался в машине. То есть, это говорит на самом деле о многом. Потому что у них там колотит где-то до 4, до 5 часов утра музыка с разных баров. Один бар включает сильнее другого. Вот здесь тоже какой-то ресторанчик. И они начинают вот это все громко-громко-громко, просто потому что люди туда приезжают напиваться и, ну, сходить с ума потихонечку. А вот здесь на природе вы всегда отдыхаете. Вот этот вот отдых, он должен быть вот такой. Далеко от всех, далеко от, вообще от всего. От русского языка, от всего далеко. И, ну, я имею в виду от того языка, на котором вы разговариваете. Потому что вы не должны просто лежать, ни о чем не думать. Желательно, чтобы еще интернета не было. Вот это вообще кайф. Сегодня был интернет. Но я как бы это уже потом понял. Потому что если бы не было интернета, я бы, в принципе, все равно бы там остался бы. Пошел бы, собрал дровишек, разжег бы костер. И вот звезды, звездное небо, просто абсолютно все. Я лег в машину, открыл дверь, и у меня полностью все звездное небо. Прямо аж мурашки по коже. Конечно же, в городе вы этого ничего не увидите. В общем, продолжаю я движение. Мне ехать около часа, двух часов. Я уже забронировал там отель. В Мармарисе. Там отель 1000 или 1200 лир стоит. Классно, конечно, в машине. Но когда отель стоит 1000 лир, просто грех там не остановиться. На сегодняшний день это около 40 долларов. Все включено. Ну, может быть, даже еще меньше. Вот еще пляжи здесь. И здесь нет волн. И 40 лир, это все включено. То есть все напитки, все-все. Я как бы алкоголь не пью, но на 40 евро можно прийти там только пиво условно выпить или вина. Поэтому это просто как бы, ну, вы приезжаете, живете там бесплатно, потому что вы кушаете. Ну, и типа как поддерживаете их, потому что, ну, люди снижают цену, потому что, ну, наверное, никто не едет туда или уже сезон заканчивается. И вы, когда приезжаете в таком отеле за 1200 лир, останавливаетесь, вы просто поддерживаете Турцию. Чтобы, ну, как сказать, по-братски. Вот. Здесь много мест в лесу, под соснами можно встать, еще что-то. Но что-то мне подсказывает, что будут комары. Потому что вчера проезжала машина такая, и она распыляла что-то. Мне кажется, там такой пруд, типа прудика. И мне кажется, они все-таки здесь травят комаров. Потому что вообще, на мое удивление, я еще когда приехал, думаю, так, сейчас здесь будут комары, капец. И вот на мое удивление вообще ни одного комара не было. Сколько я еду, вот столько вот с левой стороны моря, с левой стороны горы, с правой стороны моря. И это очень красиво на самом деле. Вот, прямо океака. Туда можно вот в эти города уйти, в центральную часть. Ну, либо можно туда поехать, попасть в углу, и пойти через горы, и потом опять там возле океаки спускаться. Там просто, ну, какой-то невероятно сложный подъем и сложный спуск. Они сделали трассу, но она... Очень резкий набор высоты идет. И мне, как бы, в принципе, без разницы, но я не люблю, когда прям слишком вот так вот резко и слишком потом спуск. Один-два раза там можно проехать, но я уже там просто много раз ездил. Поэтому я всегда хотел здесь проехать и вообще ни капли не шлею. В каком-то видео я вот, начиная с океаки, сюда начал заезжать. И думаю, блин, как здесь классно, как красиво. Вот бы здесь прокатиться. И вот я здесь. Пожалуйста, друзья. Я просто по парку, видимо, по какому-то еду. Я не знаю даже, как эта территория называется. Вот пока с вами здесь еду. По этим красивым местам. Просто сказочные какие-то магические места. Очаровательные. Я хочу с вами немного подискутировать вот на тему людей, которые приезжают сюда с России, там, с Казахстана. Ну, не важно, с СНГ, еще откуда-то. И пытаются здесь получить вид на жительство, как остаться. Вот у меня вопрос, какой смысл вообще этим заниматься, если Турция вам дает возможность жить здесь полгода в году. То есть казахстанцы могут находиться здесь три месяца за полгодия. Три месяца вы здесь пожили. За полгода эти мусорные баки везде. Здесь очень чисто. И, кстати, в том месте, где я был, там тоже очень чисто. На удивление. И вот, вы пожили здесь полгода. Пожили три месяца в году. И, по сути, вы можете поехать где-то еще три месяца пожить. Вы можете полгода жить в Америке, если у вас американская есть виза. Вы можете сделать на три месяца визу в Европу спокойно вообще. Я просто, ну, как бы подал на три месяца, мне дали. Ну, мне, конечно, там хватило побыть месяц, потому что, ну, Европа это, конечно, такое тяжелое место на самом деле. И там с нашими менталитетами, с нашими доходами, ну, не так просто на самом деле жить, даже путешествуя на машине. Потому что, ну, не знаю, если бы мы путешествовали, конечно, вот так вот по природе, может быть, может быть. Но нам просто, у нас была задача там проехать как можно больше, потому что тот человек, который со мной путешествовал, он был ограничен во времени. И мне нужно было его вернуть в Стамбул. Вот. И, ну, все равно тяжело. Все равно тяжело, потому что вот этот европейский менталитет, там такая куча криминала вообще. Вы себе даже представить не можете. Вы можете просто зайти, элементарно почитать там на любой парковке в Венеции, какое там количество преступлений происходит с машинами, грабежей каждый день. Вот. Ну, то есть я к чему говорю? То, что вы сюда приезжаете, вам говорят, подождите, там мы будем ваше дело рассматривать. И вы нарушаете то, что вам дали. У вас там потом начинается оверстей. И получается, вы нарушили правила одного ведомства для того, чтобы подождать, пока там другое ведомство будет рассматривать. И в итоге вы никак потом не можете заехать в Турцию. Вы заплатили кучу денег на то, чтобы там все эти справки, страховки собрать. И в итоге многим отказывают. Поэтому, ну, лично я думаю, что в этом вообще абсолютно нет никакого смысла. Потому что, ну, вы можете жить спокойно в Турции три месяца. Три месяца жить в Грузии. Потом опять возвращаться в Турцию, жить в Турции три месяца. Либо еще где-то. Здесь все рядом. И здесь Кипр есть. Понятно, что, конечно, туда лучше как бы не плавать, не ездить. Но все равно. То есть вариантов на самом деле очень много, как можно провести. В Египет можно слетать, там еще куда-то, еще куда-то. На самом деле, ну, направлений очень много. Просто было бы желание. Летом можно вообще в Таиланд. Когда здесь сезон, можно в Таиланд летать. Вот видите, тоже берег. И там целый прям палаточный лагерь. Очень много людей, которые приехали с палатками. И они вот в таком вот красивом месте. Очаровательном. Они не смогли туда спуститься на машинах. Ну, тут муж с обнебаки. Они спустились пешочком, поставили палатки и все кайфуют. Что еще нужно, друзья? И вот. И вы остаетесь в рамках закона. В легальном поле. То есть, вы не нарушаете законодательство. Потому что, когда люди нарушают, допустим, вот этот оверстей. Когда они стоят больше, чем им дали, 3 месяца. Ну, по тем или иным причинам, не важно. Их могут в Грузию не пустить. Еще что-то. То есть, вариантов на самом деле много. А люди потом приезжают с машинами и не знают, как эти машины вывезти. И так далее. В общем, друзья, с этим шутки, конечно же, плохи. И вообще, если вам дают, если вам доверяют здесь находиться 3 месяца, полгода в году. Ну, какой смысл еще больше? Может, я, конечно, что-то не понимаю. Вы мне, конечно, напишите в комментариях. Но по мне так оно того не стоит вообще абсолютно. Куда-то досюда, по-моему, я доехал зимой. И здесь вообще не было вот этих машин. Вы можете посмотреть. Попробовать найти это место. И здесь просто абсолютно вообще никого не было. А сейчас здесь все забито. Все здесь уже рядом океака. Да, я помню. Мы вот оттуда приехали, где кирпич. И вот так вот вернулись отсюда. Собственно, этот город океака. Это тот город, где мы кормили уток. Там есть речка справа. Или еще что-то типа этого. И там мы кормили уток. Ну, такой миленький городочек. Здесь есть отели. Много отелей. И тоже достопримечательности всякие разные. Но мне показался здесь пляж или море каким-то таким, даже не знаю. Наверное, не очень. А так здесь вся инфраструктура. Здесь даже платные парковки. Вот. От 15 до 30 минут 25 лир стоит. На мое удивление. Вот. И красиво, красоту дает зелень. И вот эти вот горы дают. А море, пляж, ну, не знаю даже. Ну, возможно, из-за того, что здесь горы такие высокие. Возможно, из-за этого здесь волн нет. Вот. И вот она вот эта желтая дорога. Я сейчас на нее выйду. Ди, которую я вам сейчас показывал. Ди... Короче, Ди 550 или что-то... Сейчас я то сейчас скажу. Вот. В общем, вот я как заехал, собственно, так и выехал. Океака закончилась. Не такой уж большой он город, по самом деле. Ну, достаточно милый. Особенно, если едете со стороны муглы, вы не проезжаете прям насквозь его. Вы проезжаете с краю. Вот она, Ди 550. Она вот так вот с краешку проходит, спускается оттуда с гор. И вы сюда можете только заехать, если, ну, по сути, если будете знать это место, если захотите. Ну, если бы я бы здесь никогда не был бы, я бы сюда заехал. Да, я думаю, если бы я бы и был бы даже, я бы сюда заехал. Потому что, ну, как бы так и получилось, на самом деле. Потому что место очень интересное. И не только сам город, а именно вот то, что к нему прилегает. Вот она, собственно, Ди 550 проходит. И сейчас я на нее заеду. И уже потом, вот да, наверное, даже до Мармориса я уже по ней доеду. Скорее всего, в Турунг я не поеду в этот раз. А в Марморис в любом случае придется заехать, потому что у меня там отель забронирован. Вот если налево поехать, то можно попасть в Мугу. Ну, там просто какой-то нереальный перевал. Поэтому учтите, там люди некоторые туда на велосипедах едут. Они, наверное, не знают, что есть вот эта дорога. И я видел там, они ехали на велосипедах. Вернее, они тащили их, просто катили на себе эти велосипеды. И, ну, там жесть, конечно. Там просто жесть. Ну, в плане подъема. Вот то, что здесь мы с вами поднимаемся, это вообще даже, наверное, какой-то части маленькой нет того, какой там подъем. В машине как бы все равно, но в любом случае. Вот видите, 8% на 1000 метров. Это значит, на каждые 100 метров 8 метров будет подъем. Такими словами, мы за эту 1000 метров, сейчас здесь 80 метров спустимся. А 80 метров это почти 30-этажное здание за километр. Ну вот, и сейчас мы сюда уже выйдем сразу. А, мы сейчас сюда повернем на Т-400, потому что она Т-400 пойдет потом в дачу и... И в сторону дачи и уйдет потом там, закончится возле дачи. А я... Да, все, я вспомнил. Вообще, мне по идее в Анталию туда прямо ехать. Ну, заеду в Марморис, ладно, так уж и быть тут. 30 километров всего лишь ехать, 40 минут, нормально. Тем более, у меня там отель. По этой дороге тоже я много раз ездил уже, я это как бы знаю. Да, вот, 30 километров. И дача, в даче там посмотрите, у меня есть видео про дачу, там мне понравился очень сильный отель, но он стоит 200 долларов. Я его смотрел вчера, 200 долларов в ночь стоит. А мы там остановились как-то за 50 или за 60, я вообще не знаю даже. Каким чудом. Еще вот сколько еду по Турции, столько вот удивляюсь. У них вот здесь в районе Марморис, это и не только есть. Вот такие вот штучки, они абсолютно бесплатные. Вот у меня как раз, видите, пыльная вот такая машина. И эта штучка, мне сейчас полностью ее отмоют, эту машину. Вот можно вперед, назад. И это, я не знаю, для кого создано. Возможно, это создано для того, чтобы привлечь внимание к ресторану или еще для чего-то. Короче говоря, по всей видимости, вода течет просто бесплатно самотеком. И, ну, они вот так вот ее пускают, чтобы здесь люди могли помыть машину, либо тем, кому лень из машины выходить, либо еще что-то. Но так или иначе, в общем, машина будет чистая. И, соответственно, чистая машина заедет в Марморис. Это на самом деле очень круто. Вот почему у нас не могут сделать это так? Я понимаю, что как бы денег стоит там за воду заплатить, еще что-то, но... Чистота... Чистотает, в общем. И вот абсолютно бесплатно и очень быстро это все, собственно, проходит. Вот так вот. И как раз-таки у меня сейчас будет чистенькая машинка. Вот, пожалуйста. Как после дождя. А я думал, вот-вот дождь пойдет, вот-вот дождь пойдет. И вот он как раз пошел. Здесь вот примерно в пяти или семи километрах от Мармориса есть спуск. Очень красивый. И я всегда еду и прям радуюсь таким видом здесь. Получается, Марморис, он находится немного в ущелье. И, собственно, дорога вот так вот идет по скале, по краюшку скалы. И здесь буквально за пять километров идет спуск на где-то метров на триста. На триста метров. И то есть все это время вы едете и вот смотрите туда, вот в сторону Турунка. Горы красивые. Сам по себе Марморис красивый. Ну и смотровые площадки, естественно, здесь есть. Вот он уже, Марморис. Я буду жить не в самом Марморисе. Я буду жить рядом. Есть город. Если прямо ехать, то он справе его и туда не доезжает Турунка. Ичмелер, по-моему, если я не ошибаюсь, там. Ну там тоже у них свои пляжи и поспокойнее, и побюджетнее. И, в общем, нормально. В принципе, в Марморис можно сходить пешком, потому что, ну, как бы они друг за другом. Я думаю, вот за той горой он находится. Турунк еще дальше туда, а Ичмелер вот здесь. Кстати, посмотрите видео, мы были в Турунке зимой. Мне там тоже очень понравилось. И там был заброшенный отель. Ну как заброшенный, просто закрытый отель. Открытый. И там у них все как бы лежало, и никто ничего не брал. Вот это меня прям удивило очень сильно. Все, абсолютно все. Машинки там, пылесосы, машинки для чистки пола, посуда. Все, что касается кухонной, все принадлежности. И вот они просто, видимо, отель закрыли и как бы, ну, ушли. И от двери нараспашку. Вернее, не закрыли даже отель, а гостей просто перестали принимать. И, короче говоря, ну, придем на следующий год. Вот она, смотровая площадка. Вы, кстати, здесь можете просто остановиться, перекусить. И очень красивый вид. А, это Марморис Милас Парк. Это, оказывается, парк здесь. И город Марморис. Там в Марморисе очень красивая марина. Я помню, мы туда заходили рядом с крепостью. И тоже можно погулять. Да и вообще, в принципе, в целом, ну, Марморис такой город. Нормальный, пойдет. 7,7 километров по дороге показывает мне навигация до отеля. Вот от этой главной набережной, центральной. Ну, то есть, вот, как бы, отсюда набережная. И еще она туда, в сторону, ну, назад, в общем, идет до крепости. И до Марины идет она. Примерно 7 километров отсюда. Стоянку здесь оплачивать надо через вот этих вот ребят. Вот этих вот зеленых футболков. То есть, они к вам подойдут и возьмут у вас деньги. Если они не подошли, деньги не взяли, то, соответственно, как бы, ну, бесплатная парковка. По-другому вы не сможете здесь заплатить. Ну, в Марморисе, по крайней мере. Ну, и не только в Марморисе, на самом деле. В Фетхе тоже так же. Наверное, да, наверное, почти во всех городах у них здесь машинок нет. То есть, им проще, как бы, наверное, сразу деньги взять, чем людей штрафовать, ходить. Тех, которые не заплатили. То есть, видите, даже в этом плане у них под вход идет более какой-то такой лояльный, человечный. То есть, если, как бы, ну, у вас взяли деньги, то все, вы заплатили. Если вы, там, припарковались и у вас не взяли деньги, то, ну, как бы, нет никакого штрафа, по сути. Марморис. Вот, не намного больше людей по сравнению с зимой. Я здесь два раза зимой был. И я, честно говоря, думал, что летом прям здесь будет кишить. На самом деле, ничего подобного. Это, вот, как бы, ну, одна из центральных таких частей. В Марморисе мы зимой ехали, примерно столько же людей было. Ну, может, чуть-чуть меньше. Ну, как бы, зима, январь, и сейчас самый сезон бархатный. Конечно, на пляже людей побольше, естественно. Ну, а на улице, в принципе, так же. Наверное, если я буду сравнивать вообще все города в Турции, которые я посетил, то Марморис, наверное, да, будет определенно прям таким уютным, чистеньким городочком, миленьким. И, ну, вот сейчас я приехал в Ичмелер, конечно же, но, как бы, он здесь все равно рядом. И, в принципе, тоже заслуживает вашего внимания. Культурно все под Европу здесь. Чисто, аккуратно, никто никуда не торопится. И много отелей. То есть, когда много отелей, это всегда хорошо для вас, потому что вы можете выбирать отели, друг с другом соревновываются, кто-то допингует, кто-то там какие-то услуги дает более лучше. Ну, давайте посмотрим. Мы уже почти подъехали 80 метров. Где-то он здесь. Мой отель. Астория он называется. И, скорее всего, вот это он. С правой стороны. Да, это он. Собственно, мой номер на сегодня. Даже сейф есть. Без излишеств, но за 40 долларов все включено. 20 тысяч тенге. Отсюда вот видно горы частично. И если туда прямо присмотреться, там будет море вдалеке. Ну, он находится на третьей линии или на второй. Я даже не знаю на какой. И, собственно, там 200 метров до пляжа всего лишь. Вот. Если хотите сэкономить деньги, то, в принципе, вариант хороший. Хлопок, хорошее белье постельное. Ну, нормальное, по крайней мере. Кондиционер. И все включено. То есть, теоретически, тут на 40 долларов только можно алкоголь выпить. И вот такой вот бассейн. Но я как бы алкоголь не пью. И, в принципе, для меня не актуально. Но в любом случае, они меня покормят на эти деньги. А, получается, живу я здесь бесплатно. То есть, у нас пойти даже не в ресторане, а где-то в кафе. Сейчас будет стоить в Казахстане 20 тысяч в три раза. Потому что здесь завтрак, обед и ужин. И без ограничений. Любые блюда вы можете брать, выбирать. Вот еще здесь есть номера, которые вот выходят на эту сторону. Но тут у него нету у этого отеля вообще номеров, чтобы они были с видом на море. Здесь либо солнечная, либо не солнечная сторона. И со всех сторон здания. А вот это вот и растет инжир. Я уже сорвал пару штук. Скушал. Но он здесь медленнее виспеет. Потому что сейчас он здесь в тени растет. А вообще это вот дерево инжир, собственно. Ну и как раз таки вон там море, про которое я вам говорил. Там чуть-чуть покруче. Отели у них, наверное, и свой пляж, естественно, есть. И прям сразу вид на море. Но они будут кратно стоить больше. То есть там номера и 200, и 300 долларов могут стоить ночь. Потому что сейчас сезон. В принципе, меня все устраивает. Отдохнуть, поспать вообще оптимальный вариант. Интернет очень хорошо работает. Этот отель, он намного чище, чем тот, который был в Бодруме у меня. И вот здесь вода есть. И холодильник работает. В принципе, они следят здесь. Ну, немного поскромнее ресторанчик. Но, в принципе, все так же есть. Такая же еда, такие же снеки. И я подозреваю, что здесь будет намного тише. Ну, спокойнее спать. Набережная. Прям весьма такая уютная, культурная. Здесь, по всей видимости, нужно оплатить за лежаки. Хотя, возможно, они даже бесплатные. То есть, вот эти вот все отели, которые здесь находятся, скорее всего, у них есть лежаки. Хотя, я сомневаюсь. Но, в любом случае, так или иначе, вы как бы... А, да, это лежаки какого-то пляжа. Короче, вы можете сюда приехать и покупаться. И здесь прям такая бухточка интересная. Лодка сюда зашла. Катамаран тоже. И вот там, за горой, прям сразу Мармарис. Бухта Мармариса. Вот это вот, собственно, остров здесь есть рядом. И вот за этой горой там Турнг. Туда можно вот по этой дороге проехать. Мы как раз, по-моему, по ней ездили, если я не ошибаюсь. Здесь такой крупный песочный пляж. Ну, весьма чисто. И чистая вода. В принципе, весьма-весьма интересно. Должен вам отметить, что прям вообще неплохо. И на послезавтра я забронировал тоже здесь отель рядом. У них должен быть прям выход на пляж. Ну, вернее, лежаки должны быть на пляж. Друзья, здесь еще оказывается прям рядом с набережной. Есть вот такой вот такси-пло от Ичмиллер, Мармарис. Турунг тоже можно на ней попасть. И, скорее всего, она прям совсем бюджетная. Я не знаю, сколько она стоит. Но вы можете... Факт в том, что вы можете прокатиться на этой лодке и посмотреть с моря. То есть, вот эту всю окрестность, которая здесь вообще существует. И вот там еще дорога прям по побережью проходит. Я, наверное, туда тоже проеду. Посмотрю, что там. Вот такая здесь рыба водится. Дашский группер. И, друзья, нужно отметить, что прям вообще такая здесь милая набережная. Я с таким удовольствием прям гуляю здесь. Давно не гулял. И прям в тенечке вечером. Вообще кайф. Куча ресторанов. Всяких разных. И цены демократичные. И пляжи тоже у всех разные. Кто на что гораст. В общем, круто. Здесь очень много англичан оказывается. Вот в этом городочке Чмелер. Возле Марморис. И прям напротив нашего отеля. Вот здесь как раз полный прям бар англичан. Но это вот с отеля, с этого. И вот они, собственно, танцуют. Поют здесь караоке. А я не мог понять, откуда вчера крик. Оказывается, они сюда приезжают. И поют песенки здесь. Бабульки. Пенсионеры английские. Живая музыка каждый вечер. Я вам по второй вечер. И вчера не мог понять, откуда музыка была. До ночи до двух до трех часов. Продолжение вольится. Продолжение вольится. Субтитры создавал DimaTorzok